давайте ценность и бесценность и обесценивание не ценность ценность и бесценивание бесценность вот что такое цена вообще цена это Это мера, где мы измеряем в килограммах, в весе, в деньгах, в количестве чего-то, когда мы определяем рамки, естественно, да. Но мы все прекрасно знаем, что каждая молекула в этом мире, как клетка в организме, нужна, и без неё никак. Нет ничего, что могло бы быть неценно в этой жизни. Вы же сами сейчас, когда трансформируете шаблоны, видите, что всему можно найти пользу, всему можно применение, и вся ценность всего в его существовании, в самом существовании. И когда люди пытаются говорить друг другу или себе, я себя не ценю, или я себя высоко ценю, человек ставит себя в рамки, в ограничения. И этим самым, давая хоть какую-то ценность живому, да, допустим, ладно, деньги мы оценили, нормально, компьютер мы оценили, окей, хорошо. Но когда даёте ценность живому, это уже идёт, ну, полное обесценивание этого живого. То есть, когда мы пытаемся повысить свою ценность, мы себя обесцениваем каждый раз. Потому что наше само существование в этом мире, как Творца, как носителя жизни, это то, что не имеет меры, границ, ограничений, постоянно саморазвивающаяся, дающая другим развиваться жизнь. Мы есть сама жизнь. Все люди есть сама жизнь. Мы даём жизнь всем, мы даём жизнь другим, благодаря нашим желаниям. Вот мы пожелали чай попить, да, мой любимый пример. Я всегда говорю на чай не потому что я не могу ничего другого придумать, а потому что, чтобы у вас отложилось повторением этим то, что я пытаюсь каждый раз сказать. Я рождаю все возможности для того, чтобы человек родился и внёс какую-то лепту в этот чай. Может, он на плантациях будет его там собирать, растить, или строить завод чайный, или пароход, который потом его перевезёт. Или это будет мама рожать того человека, который будет собирать чай. Или это будет продавец. Неважно, я каждым своим желанием рождаю всех людей в этом мире для того, чтобы они исполнили моё желание. Моя ценность в моих желаниях даёт жизнь всему человечеству. Потому что если бы у меня не было бы этого желания, если бы я не хотела испить этот чай здесь сейчас, а прикиньте, сколько всего у меня помимо чая-то, то рождаться бы этим людям было бы незачем. То есть их ценность жизни была бы ноль, а, соответственно, жизни бы не было. И я своим желанием даю возможность людям жить и быть нужными, быть ценными, можно так сказать, бесценными. Вот. Только вот моё желание. Так ценность в желаниях, да, а желание — это и есть сама жизнь. Жизнь — это желание. Так вот и представьте, когда мы пытаемся стать более ценной, повысить свою ценность, начать себя больше ценить, мы каждый раз себя обесцениваем просто. Каждой своей фразой, каждой попыткой, каждой мыслью ценить себя. Мы просто себя опускаем ниже плинтуса и ставим ниже жизни, понимаете? Просто ваше существование и желание жить, желание дышать, желание пить чай, желание ходить, желание одеваться, желание спать, оно рождает возможность всем людям жить, чтобы сделать для вас диван, сделать для вас стол, сделать для вас одежду, сделать то, всё. Только ваша потребность рождает вот это всё. Это и есть ваша ценность. И если вы хотите какую-то ещё ценность повысить, блин, какую, блин? Ну где вы эту какую-то ценность собрались искать? Что вы собрались? Я себя не ценю. Я беру мало и очень много другим людям отдаю. Да вам мир весь себя отдаёт. Каждый человек родился ради вас, понимаете? Что вы там мало отдаёте? Вы всё нормально отдаёте, вы всё нормально берёте, вы всё отлично вообще существуете. Но вы этого не понимаете. И когда вы говорите, я себя не ценю, это враньё. Или вы когда говорите, я себя хочу больше ценить, или я уже стала себя больше ценить, это тоже враньё, это всё враньё. Потому что каждый раз, каждое ваше, блядь, слово, извините за матку. Когда вы говорите, что всё, я начала себя ценить, вы себя обесценили. Не надо себя ценить, не надо себя оценивать. И когда вы говорите, вот, я себя обесценила, я ничего не хочу, или там мало зарабатываю, или я недостойна, вот я себя обесцениваю, критикую. Вы себя критикой не обесцениваете. Ни одной мыслью, ни одним действием, ни одним шагом вы себя не обесцениваете. И никогда не обесценивали. Это вам ум просто какую-то хрень говорит. А вы такие, ну да, я себя обесценивала. Да ничего ты себя не обесценивала. Ты родилась, и ты уже ценно. И ты не можешь понизить эту ценность никаким образом. Потому что каждое твоё желание ценно для всего мира. И каждое твоё желание рождает весь этот мир. И каждое твоё желание даже в туалет сходить, я не знаю, что-то сказать. Просто вот что-то сделать. Каждое твоё действие, оно даёт возможность всем существовать и выполнять свою функцию для тебя. Точно так же и ты несёшь функцию просто своим существованием для всех. Как только вы упоминаете свои ценности, возьмите всех психологов и просто это вычеркните из своей жизни, кто говорит о ценности. Меня тоже, я тоже раньше говорила это слово, но это нужно только для тех, кто в спячке. Ну типа ты давай цени себя, возьми там деньги побольше, да, у них жизнь там улучшается. Но сути-то они не понимают. А здесь мы с вами. То есть, когда я говорю там про ценность, цени там себя, это так, это для спящих, которые умом ещё не доросли вообще, чтобы понимать суть этой жизни, суть этих вещей. Но если вы уже доросли себя осознавать, понимать, да, то вы уже должны понимать, что никогда в жизни никто себя ещё ни разу не обесценивал. Никогда. И точно так же не повышал свои ценности. И одновременно, одновременно, да, обесцениваете, пытая, ну, когда вы повысили, типа, посмотри, я повысил свою ценность, я себя люблю, я себя ценю. Человек просто принизил свою ценность жизни бесценную, понимаете? Бесценность он начинает в рамки в какие-то ставить. Я такой, я сякой. Блин, да, это мы бесконечная жизнь, бесконечное желание. Мы без рамок, без ограничений сами по себе. Это просто мы пытаемся в эти рамки себя запихнуть. Но зачем? Зачем запихивать? То есть мы себя не можем обесценить. Даже если мы будем себя обзывать. Каждое наше желание рождает все эти жизни всех людей и всю эту жизнь вокруг себя и всю эту планету. Благодаря тому, что нам нужна планета Земля, по которой ходить, она существует, потому что если бы она была не нужна, ей бы не было смысла существовать. Ну, зачем плодить и существовать? Она такая же клеточка, как и мы. И мы все в одной системе. Поэтому вот это вот мне не хватает ценности, забудьте про эту херню психологическую. Просто забудьте. Ценности вас хватает. Вы просто не знаете, что она у вас есть априори. Понимаете? И она никуда не уменьшалась, не увеличилась, не исчезла, не прибавилась. Ничего с ней не происходит. Ваша ценность просто в том, что вы есть. И именно то, что вы есть, дает всем жить. И благодаря вашему желанию мир существует. Потому что в этом нужна нужность. И вы все время нехватку испытываете в нужности своей. Почему вы ищете работу? Вы хотите быть нужным, вносить свою лепту. Почему вы ищете предназначение? Вы должны быть нужными этими людьми. Таковы им и так нужны. Просто ваше существование, ваше действие каким-то образом влияет и осуществляет желание всех людей, которые в вас находятся. Вот. Кто не понял, не знаю, присмотрите эфир или давайте шаблончики еще какие-нибудь критическую массу потрансформируете штук сто. И потом верните опять к ценности и поймите, что каждый раз мы себя, ну как, когда оцениваем, мы обесцениваем. Когда обесцениваем, мы не обесцениваем. Оно как было, так и есть. Это просто наш ум гуляет в рамках и все. а с точки зрения всего вот этого мироздания на себя сверху посмотрите, как бы, да, на весь мир и поймите, что ваша ценность не имеет меры. Ее нельзя повысить, нельзя понизить, ничего с ней не сделать, понимаете, ничего. Ваша задача просто больше проявляться, больше желать. Больше желаний, больше вы рождаете возможностей и даете жизнь людям. когда люди перестают желать, а желать они перестают из-за того, что много жрут, желаний у них нет. Люди умирают на всей планете, потому что их надобность заканчивается, понимаете. У нас переизбыток вещей, переизбыток в этом мире всякого дерьма и уже люди становятся ненужны, заменяют их компьютеры. Почему? Потому мы желать, потому что забываем о своих желаниях. Нам очень мало надо, только денег. Все. А что с этими деньгами делать? Ну вот ничего мне не надо, кроме денег. Окей, давайте с мира все уберем, оставим только деньги. И что, как жить будем? Кто нам чайники сделает? Кто кружки? Кто диван построит там с домом? Кто? Если у нас тут только деньги. Деньги это вообще так. Нам нужно все остальное, не эти бумажки, циферки. Поэтому я говорю, каждый раз смотрите, что вы хотите на эти деньги купить. Желайте то, что вам надо, а не то, что вы решили, блин, что вот только деньги будут, а там и желания придут. но как они придут, если деньги на желание приходят. Блин, все, на деньги перешла, на деньги. Я надеюсь, этот эфирчик небольшой, ну, кому надо, тот поймет с ценностью. кому надо, они нормой, по-пакете. Продолжение следует...